Во Владивостоке действует постановление главы о запрете выхода на лёд в зимний период. Прогулки по воде запрещены до 31 декабря этого года, а также с 1 марта уже следующего года. Константин Шестаков подписал постановление о запрете выхода на лёд водных объектов, расположенных на территории Краевого центра зимой 2023-2024 года. Запрет в 2023 году действует до 31 декабря включительно. Затем в течение января и февраля гулять по воде можно, а с 1 марта, когда лёд начнёт распадаться, снова будет запрещено. Аналогичный документ в прошлом году приняли 12 декабря. Он касается всех водных объектов – морских акваторий, озёр, рек, водохранилищ. За выход на лёд может быть наложен штраф от 100 до 500 рублей. Напомним, что в Приморье также действует постоянный запрет выезда на лёд на транспорте. Однако, никакие штрафы не спасут жизнь. Поэтому так важно следить за правилами безопасности. 1 декабря во Владивостокском городском округе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой была дана оценка состояния опасности, которая возникает при выходе людей на лёд. Было принято решение о ряде мер, которые администрация города Владивостока, спасательные службы будут принимать в рамках обеспечения сохранения жизни и здоровья граждан. При этом никакие штрафные санкции не обеспечат нам безопасность людей. Поэтому тот штраф, который предусмотрен административным законодательством – это от 1000 рублей до 50 тысяч на юридических лиц за выезд транспорта и до 500 рублей за выход на лёд. Это не критерии, которыми следует руководствоваться. Скорее всего, следует руководству со здравым смыслом, который говорит, пока лёд не окреп, выход на лёд запрещен. В период, когда действует разрешение выхода на лёд, всё равно нужно ориентироваться на те сводки примгидромета, которые даются по ледовой обстановке. Это движение ледовых полей, это сильное течение, это ветер, который отрывает льдины, и это тоже является основанием для того, чтобы люди на лёд не выходили.